Я хочу сегодня в оставшееся время открыть с вами Писание, Евангелие, Библию, Божье Слово. Очень известная всем история, одна в Старом Завете, одна очень похожая в Новом Завете. Мы читаем Старый Завет для того, потому что это Божье Слово. Здесь открыта Божья воля. Здесь не просто история, здесь не просто красивые события, песни. Здесь не просто пророчества, здесь образы. Образы для нас, людей, которые живут в 21-м современном веке. Образы, которые очень актуальны, очень насущны, которые касаются персонально каждого живущего человека на этой земле, особенно тех, которые веруют в Бога, Господа Иисуса Христа. книга пророка Исаии, 5-я глава, одна из песен, есть разные песни, друзья, хорошие, радостные, есть песни минорные, есть песни трагические, я бы сказал. Есть песни разочарования, непонимания, недоумения, одна из них, она записана здесь, в 5-й главе. Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил ее от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точилой, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему. Почему? Когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными и волшцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Евангелие от Луки, 13 глава. Евангелие от Луки, 13 глава, очень знакомая притча нам, очень знакомая притча. 13 глава, 6 текста, Евангелие от Луки. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, остави ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Потрясающая картина, братья и сестры. Потрясающая картина взаимоотношений. С одной стороны, проявление огромной любви, проявление огромной заботы, проявление огромного внимания. С другой стороны, полное наплевательское отношение к этому вниманию, любви и заботе. И казалось бы, как так может быть, когда ты к кому-то всей душой, когда ты к кому-то всем своим сердцем, а в ответ не просто тишина, а в ответ грубость и все, что с этим связано. Посмотрите, у нас, у каждого человека есть желание. Их очень много, правда? Они самые разные. Они самые разные. Этим желанием очень часто конца нет. И мы очень часто похожи на маленьких детей. Я захожу с моей маленькой дочерью в магазин, и все, что видят ее глаза, ей хочется. Это, папа, купи. И это купи. И это ей надо. И вот это хочу. И еще вот этого шарика нет. Мы очень часто, люди взрослые, похожи на этих маленьких детей. Нам хочется много. Нам хочется сразу. Очень часто мы не задумываемся, а природа этих желаний какова? И цель этих желаний, к чему это приведет? Потому что очень часто наши желания, они расходятся с волей Божьей. Очень часто. Поэтому нужно быть очень бдительными, чтобы попасть в эту струю или волну этих Божьей воли и Его желаний, и Его мыслей. Вот когда они сходятся, вот тогда благословенные потоки идут через жизнь человека. Очень часто эти желания, которые мы ставим перед собой, они неисполнимы. Неверующий мир, он, знаете, что делает? Он загадывает эти желания. Тогда, когда они в новогоднюю ночь поднимают эти фужеры, бокалы с вином, шампанским и все, чем угодно, что они там делают, они загадывают желания и говорят, что они хотели, чтобы это осуществилось. Братья и сестры, много замыслов в сердце человека. Это книга притчи 19 глава. Но состоится определенное Господа. Но мы имеем право. Мы имеем право, как люди. Бог дал нам это право. Когда мы читаем послание филиппийцам, 4 главу, Бог дал нам это право. Вот то, что наполняет наше сердце, то, чем мы переживаем, то, чем мы живем, Бог дал нам это право приходить перед Него лицо и открывать то, что наполняет наше сердце. 4 глава послания филиппийцам. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте. Открывайте свои желания перед Богом. Мы имеем право на это. Бог дал нам эту возможность. И Бог решит, что нам во благо, что нет. Бог не допустит того, что не будет нам во благо. Это решит Бог. Но мы имеем право открывать наше желание перед Богом. Братья и сестры, почему это так? Потому что Бог нас создал по своему образу и по подобию своему. В этом мы очень похожи на Него. Потому что у Бога есть желание. Книга Иова, 23 глава. Книга Иова, 23 глава. В этом тексте Писания посмотрите, что говорится. 23 глава, 13 текст. Он делает, чего хочет душа Его. У Бога есть желание. То, чего Он хочет. Более того, Бог всегда достигает того, чего Он хочет. Но я хочу сказать, всегда ли это так? Почему? Потому что мы сейчас придем к этому пойнту или к этому моменту, что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Почему же не все люди спасаются? Бог хочет. И казалось бы, Он должен был так сделать. Но почему не так? Книга Псалтырь, 135-й Псилом. Книга Псалтырь, 135-й Псилом, 6-й текст. Не этот словом. Я на память скажу, друзья, этот текст. Бог, сказано так, что творит все, что хочет. Это означает, что Он не делает все, что Ему вздумается. Другими словами, это не беспредел какой-то. Когда человек творит все, что хочет. У Бога есть принципы, Его сущности, морали, святости Его, через которые Он никогда не переступит. Бог никогда не совершит никакого греха. Бог никогда, никогда этого не сделает. У Него есть Его природа, Его принцип, Его сущность. И Он действует строго в Своей природе, в Своей сущности. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Только что я озвучил эту фразу, которая взята из послания Тимофею, когда Павел говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Братья и сестры, мы должны проверить наши желания и Божьи желания. Сходятся они или нет? Почему? Потому что наше сердце, оно похоже на заросшее поле. Это сердце, которым нет Бога. И мы прочитали с вами в книге пророка Исаии, что когда Бог снимает свою ограду, когда Бога нет в этой жизни, сердце человека превращается в заросли. Оно превращается в джунгли. Там нет Божьей росы, там нет Божьей благодати, там нет того, доброго плода. Почему оно без Бога, это сердце? Поэтому доброе нужно прививать. Плохое оно посажено с рождения. В этой греховной природе, которая толкает нас на грех, которая провоцирует, искушает нас через нашу греховную плоть. Нас искусить, подставить под ножку, провоцирует она. И вот человек должен бодрствовать. А вот доброе само не растет. И его нужно наслаждать и прививать. У меня другой вопрос. Когда я исследую свою внутренность, свое сердце, свою жизнь, я должен задать себе вопрос. Меня все устраивает. Другими словами, Веня, ты нравишься самому себе, таков, как ты есть? Тебе хорошо так? Вот таков, как ты есть? Тебе нравится? И другой вопрос, Богу ли это нравится? Желаю ли я каких-либо изменений в своей жизни, в духовном росте, идти вперед, чтобы открывать какие-то ступени от веры в веру, подымаясь, чтобы Бог открывал другую панораму мне? Если я не справлюсь с этим, Бог не подымет меня выше, чтобы открыть мне дальше путь. Братья и сестры, потому мы мучимся, потому мы плаваем очень часто внизу, внизу, знаете, как в бассейне, вот там есть глубина фит, а потом идет больше, а потом идет больше, а потом, когда уже дна не чувствуешь, и вот кто-то постоянно там, где фит, постоянно в жизни, вот так, там, где фит, и не идет дальше, боится, не хочет, страх и многие другие вещи. Почему, братья и сестры? Потому что Бог желает, чтобы мы изменялись в нашей жизни. Бог желает, и это Его желание, оно сокрыто в Божьем Слове, это Его воля. И если этого хочет Бог, то этого должен захотеть я. Скажите, это легко работать над собой? Легко, друзья? Нет. Правда, легче поменять дом? Правда, переехать другой? Легче мебель поменять? Легче поменять машину? Легче поменять работу? Легче поменять место жительства? Легче поменять детей, жену, все что угодно? Легче, но намного труднее, друзья, изменить себя. Почему? Почему я так тяжел сам для себя? Почему? Почему я проблема самому себе? Почему? Тот, кто живет внутри меня, где-то там, другой, как будто. Почему его так тяжело с ним ужиться, исправить? Братья и сестры, это огромный труд, а мы по природе свои очень ленивые люди. Мы не хотим что-то менять. для многих людей что-то поменять в жизни, оно равносильно смерти. Скажите, что еще раз куда-то нужно переехать, и человек не выдержит. Когда нужно что-то менять, Бог, посмотрите, создает абсолютно все условия. И когда мы читаем эту историю, она начинает нам открывать, что Бог делает. Бог своему возлюбленному народу оказал абсолютно все необходимые условия для прекрасной жизни, для прекрасного роста, для прекрасных взаимоотношений, и в конечном результате для плода прекрасного. Вот чего желает достичь Бог. Прекрасного, доброго плода. И для этого Он столько трудится над нами. Иногда Он трудится над нами до самого последнего дыхания, для того, чтобы изменить нас и уподобить нас в образ Сына Своего Иисуса Христа. Это Божья сторона, братья и сестры. Это то, что Бог делает. Посмотрите, Он обнес ограды, Он очистил от камней, Он насадил отборные виноградные лозы, Он построил башню, Он выкопал тачила, Он обложил навозом, мы читаем в этой притче о смоковнице, обрежу, прочищу ее, посмотрю, обойду ее еще 10 раз, поговорю с ней, внимание окажу, любовь свою проявлю, может быть. Это Божья сторона. Но есть наша сторона. Есть и вещи, с которыми мы очень часто не хотим расстаться. Первое послание апостола Петра во второй главе. Первым текстом апостол Петр отмечает одну интересную деталь. «И так, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Есть вещи, которые нам мешают. Есть вещи, которые лишние в нашей жизни. Есть вещи, с которыми Бог не может ужиться одновременно. Когда мы делимся надвое внутри. Когда мы хотим и Божьими быть, и одновременно где-то мирскими. Когда мы хотим и, вроде бы, святость, видимо, иметь, и вместе с тем иметь развращенное сердце. У Бога так не бывает. Это лицемерие, оно быстро вскрывается. При определенных обстоятельствах человек кроется, таится, делает вид, а потом, когда благоприятствует обстоятельство, и он попадает в Мексику, смотришь, он лежит уже пьяный. Друзья, дело в том, что это труд. Труд над собой. В этом заинтересован Бог. Для того, чтобы расти, для того, чтобы двигаться вперед, нужно со многими вещами расставаться. Нам тяжело, нам не хочется. Мы привыкли к ним, они к нам. Мы уже родственники. Мы уже вот там вместе сросшиеся, и Богу нужно операцию делать. Без наркоза, больно, иногда через страдания. Богу нужно обрезать все то, что лишнее, все то, что мешает, чтобы эти веточки пошли, и плод добрый, хороший появился. Братья и сестры, цель у Бога ясна. Не просто Он хочет спасти людей. Мы говорили об этом в прошлый раз, что явилась Божья благодать, спасительная, а эта благодать, она на протяжении жизни учит нас. Бог хочет, чтобы народ себе имеет, особый народ, очищенный народ. Народ, который Он способный был бы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но я хочу сказать, что на любые изменения уходит время. Друзья, на любые изменения уходит время. Не так все сразу. Вот почему, когда мы возвращаемся к этой истории, книге пророка Исаии, когда мы возвращаемся, посмотрите, что Бог говорит. Я, это в четвертом тексте, я ожидал. Друзья, Бог ждет. Бог ждет, что тот труд или то время, те усилия, которые Он затрачивает на нас, они когда-то дадут результат. И начнет работать. На Бога начнет работать все то, что Бог вкладывал. То же самое происходит часто с нашими детьми. Мы надеемся когда-то, что может быть, когда мы будем старыми и не сможем уже обхаживать или обслуживать самих себя, вот эта любовь и внимание, которое мы вложили в детей наших, оно когда-нибудь вернется к нам, когда мы не будем не в состоянии сами помочь себе. Братья и сестры, в это время, когда мы ожидаем, мы надеемся, правда? Бог точно так же надеется. В это время мы терпим. Когда мы читаем книгу Иакова, когда мы читаем книгу Иакова, посмотрите, в пятой главе здесь сказано о земледельце, который терпеливо что-то делает. Пятая глава книги Иакова, в седьмом тексте. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него долго терпит, пока получит дождь ранний и поздний. Смотрите, человек, который садит что-то, у него должно хватить терпения дождаться. У нас, у людей, очень часто не хватает терпения. Мы желаем, я как говорил всегда, посадить и утром собрать. Но не бывает так. Есть процесс, есть рост, и мы должны дать возможность человеку расти. Мы можем сделать его верующим, но он от этого внутри верующим не станет. Мы можем поменять его, как-то попробовать, подстроить под свои правила каких-то, но, друзья, он внутри не поменялся. Он был волк, он волком остался. Он был свиньей, он свиньей остался, вымой свинью, она пошла обратно в грязь купаться. Об этом Писание говорит. Нужно, чтобы человек овечкой стал. Нужно, чтобы вот это внутреннее преображение пришло в его жизнь, и вот тогда Божья благодать, воздействие ее, оно скажет, обязательно скажет. Бог ничего не договаривает. Божья благодать, она говорит ясно, понятно, и дважды не говорит. Один раз, но понятно и ясно, чтобы человек услышал. Братья и сестры, мы не можем так, знаете, как учат здесь, нужно пустить все на самотек, когда ему самому вырасти. Мы же так не делаем, правда? Это же не любовь. Любовь, когда ты пытаешься свое дитя оградить от зла, и на это начинаешь его учить. Сынок, вот это зло, это добро. У тебя есть всегда право выбрать, но я, как отец, любя тебя, только по одной причине, что я тебя люблю, я хочу тебе сказать, пойди этим путем. Почему? Здесь благословение, здесь счастье, не ходи туда. Почему? Там конец, там погибель, там плохие друзья, там разврат, там все, что приведет тебя в ад, не ходи туда. Почему? Потому что, друзья, мы это делаем из любви, не так ли? Любя своих детей, мы хотим оградить их, мы хотим привить им что-то доброе, мы хотим им вложить. Вот почему сказано, внушай. Другими словами, вот там разрезай их сердце и вот туда вкладывай. Внушай это детям твоим. Когда идешь, ложишься, говори с ними об этом, прививай, учи, терпи и жди, придет день, когда весь этот затраченный труд даст свои результаты. Для этого нужна вера. Для этого нужно много веры. Но для этого, друзья, нужно не просто верить и ждать. Нужно осуществлять свою веру на деле. Всегда ли, друзья, мы получаем желаемый результат? Вот к чему мы приходим сейчас. Это такой вопрос, знаете, который задают ночью многие люди, когда читают Библию. И говорят, ну вот смотри, Самуил такой был прекрасный человек, был судья, был пророк, был божий помазанник, был человек, которым пользовался Бог, который стоял перед Богом за весь народ израильский. Но вот о его детях сказано, что они не хотели путем отца своего. Они уклонились в скорость, брали подарки и многое-многое другое. Братья и сестры, вот то же самое произошло, похоже, когда мы читаем вот эту историю книги пророка Исаии. Бог вкладывал, вкладывал, вкладывал и вкладывал. И результат, я ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды. У меня вопрос, почему? Почему это случается в жизни? Почему у верующих родителей случаются неверующие дети? Почему? Почему у Ильи, священника, оказались дети негодные Бога, не знавшие? Почему у прекрасного человека, как именем Самуил, дети не пошли его дорогой? Почему? Да потому что, друзья, у человека всегда есть собственный выбор. И это право на этот выбор дал ему Бог. И как бы нам сегодня не говорили о том, что этого выбора нет, что этого выбора не существует, что Бог как марионетка и управляет тобой по жизни, и все, что происходит в твоей жизни, исключительно все делает Бог. Я хочу спросить, а мы грешим тоже по воле Божьей? Почему народ израильский принес дикие ягоды? Это крик души. А крик души был у Бога. Не совпали его эти желания. Братья и сестры, я думаю, я наверняка убежден в том, что Самуил учил своих сыновей. Я наверняка убежден в том, что он вкладывал своих детей. Но эти дети решили так. Не пойдем дорогой отца. И Самуил в этом не виноват. Виноват сын, который не пошел путем отца. Он видел пример, он видел образец, он слышал все то, чему учил его отец. Он решил, нет, так не буду. Вы скажете, это что-то новое? Нет, друзья, это не новое. Абсолютно. Потому что если только мы одну страницу книга пророка Исаии перелистаем назад, то в первой главе, во втором тексте послушайте, что написано. Слушайте небеса и внимая земля. Потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Скажите, какая еще нужна лучшая семинария? Какая нужна лучшая христианская академия? Приватная школа? Какая еще лучше? Божья, самая лучшая? Бог говорит, я занимался воспитанием, я вас вел, я вас воспитывал, я вас поднял над всеми людьми. Что вы сделали? Они. Друзья, я не могу это выбросить из Писания. Как бы кто ни пытался крутить, закрутить, как бы кто ни... Они. Вот это местоимение говорит, что это люди сделали, не Бог. Они возмутились против меня. Оказывается, мы способны на это, друзья, возмущаться против Бога. К чему я иду? Когда Бог хочет нам открыть свою волю, она сокрыта в Божьем Слове. Почему там в книге Якова написано, что вы в кротости примите наслаждаемое вам Слово? Не бунтуйте, не противоставляйтесь. Бог говорит, чтобы в кротости это взять спокойно, воспринять то, что говорит Отец, и с этим согласиться. И более того, сделать так, как Он попросил. Братья и сестры, потому что много раз в Писании мы об этом читаем. Сколько раз я хотел вас собрать, говорит Христос, помните, вы не захотели. Апостол Павел, когда призвал пресвятеров из Ефеса в Мелит, он призвал и говорит, что я смотрю на вас и не верю своим глазам. Я вас три года, день и ночь, со слезами учил. Как кормилица, обходился нежно с вами. Я вкладывал самого себя, не жалел ничего. Я смотрю на вас и не верю, что ты или ты, ты превратишься в человека, который из паствы будешь корость иметь, который будешь превратно учить, который станешь хищным волком. Я не верю в это. Но, друзья, это реальность. И это был выбор. Вот о чем я говорю сегодня, братья и сестры. Когда пророк Иеремия говорил народу, я не читаю это место, 25 глава, прочитайте сами, 23 года. 23 года, Господь говорит, я с раннего утра посылал к вам своих пророков. С раннего утра, я говорил вам, вот уже на протяжении 23 лет, а они не слушали. Молодые люди, это выбор. Послушайте, это выбор. Этот выбор, он всегда имеет условный результат. Первое, что нужно сделать? Слышать то, что тебе говорят. Первое. Все, что говорит тебе Папа, все, что говорит тебе Небесный Отец, все, что говорит тебе Мама твоя, нужно слышать прежде всего. И второе, повиноваться тому, что ты слышишь. И тогда, и тогда будет результат. Если этого не произойдет, будет результат, но он будет обратный. Но он будет обратный. Посмотрите, друзья, Бог учит и ждет. Терпеливо ждет, правда? Терпеливо ждет Бог. Мы учим тоже и ждем. Мы терпеливо ждем. Чего мы ждем? Оказывается, что мы ожидаем точно так, как и Бог, хорошего результата. В добрых плодах. В чем этот плод заключается? В наших добрых поступках. Не так ли? Так. Несколько дней назад хоронили молодого человека здесь. И такое редко случается. Знаете, иногда бывает так, ну вот, сын вел нехороший образ жизни, ну, будем надеяться, что он там успел покаяться перед смертью, успел там сказать, Боже, прости. И много... Мы бы так хотели. Мы бы вот всегда вот это в последнюю инстанцию, как мы говорим, к Богу бы отправили. Для того, чтобы потом Бог там решил. Здесь была немножко другая ситуация, когда Бог дал силы, возможно, или смелости, или, может быть, правдивости. Вот этому отцу, этой матери сказать, что, к сожалению, молодые люди, наш сын ушел просто в ад. И это был его собственный личный выбор. Я не поверю в то, что, когда родился этот маленький мальчик в этой семье, отец не вкладывал в этого ребенка самого себя. Мама, которая мыла его, которой кормила, поила, учила первым шагам, которая отправляла его в школу, увидела его, что в 19 лет его не станет, и он уйдет просто в ад. Я не верю в то, что они сердце свое оставили где-то в стороне и вот так тупо заботились о нем, чтобы он имел, что кушать и одеться. Не верю. Но это был выбор этого молодого человека. Не пойти путем отца. Не пойти путем матери. Не пойти Божьим путем. И как результат, результат, когда папа с мамой говорили, к сожалению, мы должны признать, что наш сын вследствие такой жизни безбожной ушел просто в ад. Братья и сестры, а почему он ушел в ад? Он что, не предназначен был ко спасению? Почему, если Бог, всемогущий Бог может спасти всех людей, почему тогда не все люди спасаются? Может быть, он не хочет. Но если он не хочет, тогда в Библии написано неправда. Но написано в Писании, что он хочет, и с другой стороны, Бог может и хочет. Что же получается? Бог встречает сопротивление со стороны человека. Упрямство, упорство, непослушание, неверие, и оно ведет к погибели. Смирение пред Богом, покаяние, оно ведет к жизни. потому, Господь спрашивает. Когда мы читаем вот эту пятую главу, Господь спрашивает очень интересный вопрос. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Договорой, друг, если ты без Бога сегодня, я хочу задать тебе вопрос. Молодой ты или старый, разницы нет. Что Бог тебе еще не сделал в твоей жизни? Когда мы заходим в магазин, особенно это было там, где мы жили, в бывшем Советском Союзе мы говорим, там каждый магазин имел вот такую полочку. Помните, я говорю, что там есть такая книжечка стояла, она называлась книга жалоб и предложений. Ты мог пожаловаться, ты мог предложения свои там оставить. Какие жалобы у тебя на Бога? Чего Бог не доделал, не досказал, не додал? Что еще нужно тебе сделать, чтобы твоя жизнь пошла по нарастающей вере? Что с Божьей стороны? Бог все сделал. Почему же мы тогда там, где есть? Братья и сестры, это выбор. Выбор лично каждого человека. Поэтому у нас, как у родителей, сегодня есть обязанность что делать? Воспитывать, учить, прививать, насаждать доброе, это наша обязанность, это то, что делает с нами Бог. Друзья, и при всем этом не забывать никогда, что мы тоже идем, и нам нужно у Бога самим учиться, нам нужно самим расти, для того, чтобы стать для детей образцом и примером, нам нужно самим в Боге расти, нам нужно самим подниматься, нам нужно самим развиваться, для того, чтобы примером нашим детям быть, чтобы когда нас не станет, они пошли по нашим, и захотелось пойти по нашим следам и подражать нашей вере. Иногда думаю, что еще нужно сегодня нашим молодым людям, чтобы они жили счастливой христианской жизнью. Казалось бы, созданы для молодых людей все условия, не так ли, молодежь? Скажите, что вам еще не сделали? Ради вас, ради вас перекроили все церковные служения, ради вас, что еще не сделано, молодые люди, для того, чтобы вы Богу служили, для того, чтобы вы шли за Господом, развивались, росли, приносили добрый плод, что еще? А каков результат? Каков результат, друзья? как приходили те, кто любят Бога на молодежное собрание, хоть когда их сделайте, так они будут приходить в любой день, хоть когда и сделайте. Но те, кто Господа не любят, которых не влечет, которых не тянет, которым Бог не мил и не дорог, которые посмотрели на все то, что сделал Бог и отвернулись, ничем их не приманите, ничем их не удержите до тех пор, пока Голгофа во всей красоте не предстанет перед ними. Братья и сестры, кто виноват в моих проблемах? В моих проблемах виноват только я сам. И последний момент, что я хочу обратить сейчас внимание, я смотрю на семью сегодня. Скажите, пожалуйста, мой вопрос, брак, это добровольный союз, добровольный союз двух любящих людей или нет. Мы говорим, что да. Я хотел бы спросить, мне выбирали жену или я сам себе ее выбрал? Может быть, здесь есть люди в этом зале, которые наутро проснулись не с Рахилью, а с Лией. Оказывается, это добровольное решение или добровольный выбор? Друзья мои, мы говорим о том сегодня открыто и прямо. Почему? Потому что мы видим, что не все так просто и гладко. Мы видим, друзья, что в некоторых вещах все трещит по швам, и мы не должны молчать. Мы должны перед Богом кричать, стоять на коленях и молиться за наших детей. Знаете, может быть, мама выбрала этому сыночку невесту, может быть, я не знаю. он думал, что его жизнь после того, как он женится, изменится, или он изменится. Это самообман. Братья, молодые люди, кто хочет жениться, это самообман. Если ты не работал и не хочешь работать, то ты и после свадьбы не будешь работать. Ничего не изменится. Если ты до своей свадьбы не заходил к маме на кухню и не помогал ей ни в чем, ты думаешь, будешь помогать своей жене? Никогда. Ты будешь сидеть и ждать, пока она принесет тебе. Если ты плохо относился к своей сестре и не учился жить этих отношений к любви, ты думаешь, что эти отношения откуда-нибудь вдруг возьмутся после свадьбы на второй день. Нет! Это самообман. Ничего не произойдет, чудо не будет. Почему? Потому что ты не учился этому раньше. Но не все так плохо. Бог дает и продлевает жизнь, чтобы исправлять это, чтобы видеть это, чтобы становиться на колени и просить прощения. братья и сестры, в это время Бог продолжает учить и ждать. Мы сейчас подходим к молитве и я хочу сказать, что любовь это движение навстречу друг к другу. Бог своей любовью идет навстречу к человеку и он ожидает, чтобы человек открыл свое сердце и пошел со своей любовью на сближение с Богом. Что происходит тогда, когда люди сближаются, они начинают тише говорить. Вы скажете, почему ты кричишь, да? Они начинают тихо разговаривать, когда люди сближаются, а когда люди очень близко, там переходит на шепот, а когда люди совсем близко, там иногда и слов не нужно, только глаза. Все скажут. А вот когда разделение пропасть между людьми, тогда они начинают кричать. И чем дальше это расстояние, тем крик должен быть сильнее, они перестают слышать друг друга. Поэтому я сказал бы, что любовь, друзья, это сострадание в страданиях, когда кому-то болит, моему любимому, я должен это понять. Любовь, это когда проглотить, если тебя даже несправедливо, незаслуженно обидели, простить это, забыть и никогда не вспоминать. Вот это любовь, это любовь. Помните, вы как начинали, я хотел бы немножко вернуть вас в это ваше начало, как вы начинали. Ухаживание, там, все остальное, да, цветы там, потом свадьба дешевая, дорогая, там, колечки там, ну, без них никак сегодня. Вот, и круизы там, куда там еще, и люди едут, потом стиралки, сушки, все обстроят. обложат жену айпэдом, айфоном, лаптапом, ну, что тебе, Светка, еще, что? Что? И думают, что это жизнь. Друзья, это жизнь, но не та. Это не та жизнь. Не та абсолютно, не та, которую Бог желает видеть. И другими словами сказано, ну, что тебе еще нужно, жена? С чего тебе я еще не сделал? Чего? Она говорит, а мне с ним скучно. Вот да, дожились. Братья и сестры, это реальность. И, к сожалению, мы не можем уйти от этой реальности. Я бы хотел, чтобы ее не было, но мы не можем уйти. Понимаете, когда молодой человек, берешь ответственность за свою семью, и потом разваливаешь ее, и говоришь, она во всем виновата, не ври. Не спихивай, на кого-то. Не ищи крайнего. Бог дал тебе возможность сохранить, развить. Держи зубами свое счастье. Борись за него. Но ты не в состоянии был. Ты развалил одну, а теперь немножко пройдет время, и перед братьями вопрос поставишь, а разрешите мне еще раз, братики, попробовать жениться? Куда это годится, друзья? Если ты не смог в малом быть верен, испортил одному человеку жизнь, испортил родству жизнь, заразилось общество, ты хочешь еще раз кому-то испортить жизнь? Ведь так не бывает. Друзья, Бог вкладывает нас. Мы вкладываем в детей наши. Для чего? Для того, чтобы увидеть хороший реальный плод. Не всегда это получается. Итак, мы молиться Богу сейчас будем. Вспоминая одну историю, только в нашем родстве есть одни молодые люди, которым уже за 80, и она его как-то спрашивала, скажи, Иван, чи ты женишься, когда я умру? А он говорит, не, не женюсь. А чего? Он говорит, лучше за тебя я не найду, а такой, как ты, не хочу. Друзья, это реальность жизни. Людей, которые одной ногой стоят в могиле, которым нужно уходить, прощаться с этой жизнью. Вот так они прожили жизнь. Братья и сестры, разве это жизнь? Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы когда Бог посмотрел бы на нас, чтобы Он не сказал, знаете, что я сделаю? После всего того, что я сделал, я снимаю свою ограду. Вот почему я вначале задал вопрос. Почему Бог снимает свою ограду? Дорогая церковь, Бог снимает свою ограду по причине неправильного нашего выбора. И в этом выборе виноват только я. Я хочу, чтобы когда посмотрел Бог на мой дом, на мое сердце, это был благоухаянием, наполненный сад, а не заросли и запустения. Мы об этом прочитали с вами. я хочу, чтобы ни одна семья в церкви благодать больше не распалась, ни в этот год, ни в следующий, ни в сколько будет существовать. Друзья, не идите этим путем. Развод, не решение проблемы. Не идите этим путем. И если не в состоянии повести свою семью, не женитесь никогда. Не портите, не отравляйте ни себе, ни другим жизнь. Делайте правильный выбор один раз на всю вашу жизнь до конца. Аминь. Помолимся вместе.